Давайте решим обратную задачу. Теперь нам нужно в списке элементов каталога отобразить какие-то поля привязанных новостей. При этом само свойство привязка у нас хранится в инфоблоке новости. Для вывода каталога мы используем Catalog Section и, соответственно, работаем также с файлом Result Modifier. В шаблоне Catalog Section создадим файл Result Modifier и в нем выведем Dump Result Items массива. Смотрим в публичной части все поля, которые у нас есть в этом массиве, и видим, что никакой привязки к элементам инфоблока новости у нас нет, так как сама привязка хранится в свойствах инфоблока новости, то есть на уровне каталога мы не знаем, какой. Для решения задачи будем действовать по очень простому алгоритму. Опять-таки в файле Result Modifier мы собираем ID товаров массив. Для этого проходим циклом по всем элементам массива Result Items. Потом собранные ID товаров передаем в фильтр. Делаем запрос с этим фильтром Get List к инфоблоку новостей. И полученные значения, это у нас будут поля новостей, мы уже собираем в отдельный подмассив Result. В этом подмассиве ключами к элементам каждой отдельной новости у нас будет ID элемента каталога. Теперь давайте посмотрим все эти действия на примере. Для начала в файле init.php создадим константу, в которой у нас будет храниться ID инфоблока новостей. Далее в Result Modifier мы сначала объявляем пустой массив R-Temp ID. Потом делаем цикл for each по массиву R-Result Items. Собираем в подмассив элем. И дальше выводим ID всех элементов. И одновременно собираем их в массив R-Temp ID. Обновим страницу в публичной части и видим теперь здесь ID элементов и также структуру временного массива, в котором хранятся все идентификаторы. Следующий шаг. Делаем запрос Get List. Для этого сначала меняем в фильтре ID инфоблока на тот, который мы прописали в init.php. Оставляем параметр активности, чтобы у нас попадали только активные привязанные новости. Поскольку мы делаем выборку из инфоблока новостей, где эти идентификаторы хранятся в свойстве привязки, мы меняем поле. Вместо ID мы указываем Property, LinkCut и передаем в качестве значения созданный массив R-Temp ID. Сформируем другие параметры запроса. Например, у нас есть параметр ограничения по количеству. Было значение 50. Мы в тестовых целях сейчас его просто увеличим. Но еще раз напоминаю, что на боевых проектах здесь должна быть либо переменная, либо значение False, так как мы уже ограничиваем количество элементов, передавая параметры идентификаторов в фильтр. В параметре Select давайте оставим только название и ID. Все остальные поля уберем. Далее изменим название массива, в который будем складывать результаты. Пусть это будет просто News. Соберем результаты запроса в этот массив и распечатаем его на экран. Обновим страницу. У нас появились идентификаторы и название новостей. Теперь нам осталось установить взаимосвязь между элементами каталога и элементами новостей. Для этого модифицируем запрос в параметр R-Select, добавим значение свойства. Еще раз выведем на экран. И видим, что у нас для каждой новости появился идентификатор привязанного элемента каталога. Соответственно, переделываем структуру массива R-Result News. В качестве ключа передадим сюда значение R-Elem LinkCutValue. Идентификатор выльем. Еще раз смотрим, что получилось. Теперь у нас для каждого массива с новостями идентификатором ключом является ID товара каталога. Последнее наше действие. Давайте отредактируем шаблон, то есть файл template.php. И для каждого товара, если к нему есть привязанная новость, под анонсом давайте выведем надпись «Свежий товар». Делаем перевод строки. Проверяем наличие переменной. Берем массив R-Result News, который мы создали. Берем ключ текущего элемента. Проверяем, установлено ли для него значение. И если да, то выводим надпись «Свежий товар». Закомментируем тестовый вывод в Result Modifier. И еще раз обновим страницу в публичной части. У элементов «Лаура» и «Флора» у нас появилась надпись «Свежий товар». Сравниваем с новостями. У нас привязаны к новостям как раз «Лаура» и «Флора». Продолжение следует...